приступаем к вязанию одежды для зайчика я ему уже одела вот эту кофточку у меня есть мастер-класс по ней посмотрите там подсказках я выставлю и внизу под видео ссылочку дам на этот мастер-класс и сегодня будем вязать ну как комбинезончик такой дам штанишки с грудкой на лямочка я взяла пряжу детскую новинку номер 255 джинсовый и прежде чем мы приступим к вязанию давайте рассчитаем сколько нам нужно набрать петелек сейчас померяем талию зайчику талия у нас 33 сантиметра и давайте еще вот в этом месте измерим где ножки у нас здесь 34 сантиметра в принципе 33 34 сантиметра большой разницы здесь нет и теперь я сделала связала такой образец небольшой из 20 петелек вот 20 петелек набрала и связала просто лицевой гладью вот и сейчас кому скажу сколько у меня тут получилось вот получилось у меня ну почти 8 сантиметров почти 8 сантиметров получилось давайте рассчитаем рассчитаем и сейчас составим такую пропорцию значит 20 петель 8 сантиметров до так а нам надо 35 сантиметров 33 34 давайте 35 сантиметров возьмем чтобы на свободное облегание да и составим пропорцию значит 20 умножим на 35 и разделим на 8 и получим 87 с половиной 88 88 петель ну для полного для круглой еще для круглого счета мы возьмем 90 петелек вот 90 петелек мы наберем и будем вязать сначала мы свяжем резиночку затем мы свяжем штанишки сами а затем сюда грудку привяжем и лямочки вот так вот примерно это будет выглядеть так ну давайте приступим к вязанию спицы у меня двоечка принципе я это вязание сейчас образец уже распущу и набираем на спицы 90 петель и вяжем резиночкой один на один примерно примерно 2 3 сантиметра даже 2 можно сантиметра это два два с половиной сантиметра можно связать вяжем самостоятельно здесь ничего сложного нету 95 вы можете свои расчеты сделать по своей игрушки как у вас получился если вы на зайчика на моего вяжите по которому у меня есть мастер-класс может быть у вас размеры другие потому что пряжа другая может быть вот рассчитайте свои размеры набираете столько петель сколько вы рассчитали я буду набирать 90 петель и вяжу резиночку один на один вяжем спицами с одним швом то есть сзади у нас будет один шов вяжем сейчас самостоятельно резиночку один на один так провязала я резинку почти три сантиметра получилось у меня значит у нас 90 петель и давайте добавим петель 10 на свободное облегание еще то есть так через через 9 петелек через 9 петель прибавку сделаем так давайте в самом начале прибавку то есть я из одной петли вывязываю 2 вот вывязала и вяжем уже не резинку лицевой гладью провязываем так провязала я да так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 то есть первом ряду провязываем через 9 петелек делаем прибавки ну или вы там если свои рассчитаете то петель но смотрите сами 8 10 петелек добавите то есть на свободное облегание можете вообще не добавляет то есть они будут ну как бы немножко так облегать я так думаю значит давайте здесь самостоятельно этот ряд провязываем так и теперь будем вязать вязать будем так вот примерно примерно 7 сантиметров вяжем сейчас 7 8 сантиметров лицевой гладью без изменений самостоятельно так вот связала я сейчас смотрю сколько померяю у меня получилось 7 с половиной сантиметров я решила что хватит вязать уже значит теперь будем в серединке добавлять 2 петельки и по краю по одной петельки будем добавлять значит провязываем у меня на спице 100 петель первую я буду снимать затем затем делаю прибавку то есть я из петельки вытягиваю петельку то есть вот так вот из одной петельки делаю 2 вот провязала вяжу считаю значит так вот у нас 100 петель так здесь мы две петельки оставляем здесь будем делать прибавки так здесь по одной кромочная у нас остается так вот это вот у нас 50 петель минус 1 49 минус 1 48 петель да то есть вот здесь вот 48 петель и будет все то есть мы первое у нас будет кромочная затем мы делаем прибавку провязываем 40 петель 48 петель делаем опять прибавку провязываем 2 петельки делаем прибавку затем снова 48 петель провязываем делаем прибавку и последнее будет у нас кромочная ну вот принципе здесь сложного ничего нету и будем вязать сделаем по 5 прибавок у нас получится то есть по 5 прибавок вот здесь у нас будет 5 прибавок добавится и здесь 5 прибавок добавится да и здесь 5 прибавок и здесь 5 прибавок то есть у нас всего получится 120 петель должно получиться 120 петель вот эти петельки добавляем только в лицевых рядах то есть в изнаночных мы просто провязываем лицевых рядах прибавляем вот эти петельки то есть у нас получится 120 петель то есть первое снимаем здесь делаем прибавку и вяжем провязываем 45 и 48 петель так вот 48 петель я провязала делаю прибавку из 49 петли затем провязываем 2 петельки и делаю прибавку с этой стороны вытягиваю петельку вот так вот то есть у нас серединке будет 2 лицевые петли и затем провязываем опять до конца ряда и в конце ряда делаем там предпоследней петельки делаем прибавку можно обычную прибавку делать перевернутую скрещенную как хотите вы прибавки делайте как вы умеете как вам больше нравится так и делайте вот и вязала и до конца сделаю прибавку сейчас в принципе вот можно было вот так вот вот из этой петельки сделать прибавку и изнаночная петля изнаночный ряд провязываем обычно так и теперь вяжем самостоятельно то есть делаем прибавки здесь самом начале в конце и в серединке там где мы сделали две петельки выделили для серединке то есть перед этой петлю перед этими петлями после этими петельки после этих петелек пять раз нам надо сделать прибавки то есть мы один уже раз связали и еще четыре раза делаем самостоятельно вяжем так на спицах у нас 120 петель теперь мы разделим на две части будем половинки вязать по отдельности штанинки сделаем убавки в начале ряда сразу две петли закроем так вот одна петелька и вторая петелька так закрыли две петельки довязываем до серединке поворачиваем вязание в изнаночном ряду закрываем также две петли и провязываем до конца ряда то есть мы провязываем сейчас у нас значит у 260 петель провязываем так вот довязала до серединке развернула вязание и теперь здесь провязываем также две петельки закроем провязываем теперь до конца ряда так следующем ряду в начале ряда убавим на одну петельку смотрите я вам сейчас объясню и будем дальше вязать самостоятельно вот сейчас одну петельку убавим здесь и с этого края тоже с изнаночной стороны я обычно убавляю и все то есть мы убавили 6 петель у нас здесь было 60 минус 6 54 петли у нас остается и вяжем теперь на длину штанины какую вам штанину нужно померить по своей игрушке по зайки мы я вижу на зайку вяжем и внизу там смотрите можно платочная вязка несколько рядов связать чтобы он как бы край вот этот так вот не загибался можно резиночкой там буквально несколько рядов резиночку сделать один на один чтобы снизу так вот было чтобы он и не загибался крае как был маленько так чуть-чуть стянуты был то есть смотрите сами как вам там удобно будет красиво так и свяжите сами я думаю здесь ничего сложного нету давайте здесь будем вязать самостоятельно то есть штанинку вяжем на определенную длину то есть какую вам надо все вяжем самостоятельно больше здесь не убавляем я думаю что здесь нормально будет внизу будет штанинка такая широкая ножки у нас у зайцев большие если хотите убавьте я убавлять не буду я снизу единственное что я по моему я так думаю что несколько рядов свяжу резиночкой прям буквально несколько рядов а может быть свяжу платочная вязка еще сама не определилась давайте вяжем самостоятельно там в конце я посмотрю я вам покажу как я связала так вот я связала одну штанинку то есть вот так вот у у меня получилось вот у меня ниточку пришлось не связать вот снизу я сделала резиночку буквально вот наверное один сантиметр или чуть побольше сейчас я скажу сколько где-то полтора сантиметра связала резиночку здесь петельки не убавляла никакие то есть вот так если померить сейчас я вам скажу сколько это будет у меня это 20 21 сантиметр так давайте по зайчику померяем так вот если примерно брать то здесь где-то у нас 18 сантиметров но чтобы штанишки так были маленько как бы здесь присобраны я так думаю что так будет симпатичнее смотреться значит эти штанинки связали мы одну штанину и аналогично вяжем вторую штанину тоже вот начинаем с лицевой стороны с лицевой здесь также убавляем сразу две петельки провязываем до конца на лице на изнаночную сторону поворачиваем также здесь тоже две петельки убавляем провязываем и с лицевой стороны одну петельку и с той стороны одну петельку то есть у нас здесь 60 петель мы убавим с каждой стороны по 3 петли то есть у нас останется 54 петли то же самое также вяжем и закрываем вяжем здесь самостоятельно здесь принципе сложного ничего нет связала обе штанины теперь их нужно сшить сначала сшиваем вот этот шов вот так вот а затем сшиваем штанишки вот эти вот так вот я слегка отутюжила через марлечку влажную все сшиваем самостоятельно так вот я делаю штанишки на своего зайца вот так они получаются мне нравится очень хорошо все так теперь будем вязать грудку смотрите сами мерите по своей игрушки и на каком примерно расстоянии вот я на будут примерно где-то на этом расстоянии вязать так вот я набрала петельки с этой резинки подняла и посчитала у меня в 25 или получилось здесь ну пусть вот смотрите сами как там вам больше меньше набирайте и будем первые 4 петельки и последние 4 петельки правят 4 или 5 петелек там смотрите как вам больше нравится буду провязывать платочной вязкой а серединка будет лицевая гладь у меня и вяжем там сколько сантиметров сантиметра 4 наверное 5 и последние ряды тоже провяжем ряда 34 провяжем платочной вязкой то есть вот этот передний чек вяжем ну я думаю здесь самостоятельно можно будет вязать я думаю что у меня 1 1 петельку снимаем последнюю изнаночную провязываем как обычно вязание ну ты не знаю сейчас посмотрю 4 или 5 петель 8 я давайте 1 у нас будет как кромочная и 4 петли у нас будет платочная вязка то есть всего у нас 5 петель в начале и в конце остальные петельки провязываем по рисунку то есть лицевой гладью что с изнанки у нас изнаночные петельки вяжутся с лицевой лицевые петельки вяжутся так вот у меня 5 петель осталось тут и провязываю здесь я лицевыми последнюю снимаю все первый ряд провязала и вяжем смотрите меряйте на свою игрушку как как у вас получается вот то есть на лицевой стороне они все лицевыми будут провязываться по изнанке будут серединка вязаться изнаночными петельками боковушки будут вязаться лицевыми я перешла на эти спицы мне так удобно вот вяжем так передничек вот этот на наших штанишках вяжем самостоятельно вот связала я грудку 5 сантиметров у меня получилось ширина где-то семь с половиной так теперь вот смотрите видите вот здесь вот по краюшку я провязала этой платочной вязкой и здесь тоже платочной вязкой провязала так теперь вяжем лямки вот здесь шов у нас сзади да и примерно так от шва отступим немножко и набираем лямочки 5 5 петелек отсюда поднимаем и вяжем тоже такой же платочной вязкой платочной вязкой вяжем меряем на игрушку на какую длину так и дырочку там надо будет сделать для пуговицы здесь мы пуговички пришьем и будет они застегиваются на пуговички все вяжем сейчас самостоятельно поднимаем то есть петельки здесь вот 5 петелек с этой стороны вяжем одну лямочку потом вяжем вторую лямочку так вот я связала одну лямочку она из 5 петель выглядит вот таким образом то есть узенькая тоненькая я ее обвязала еще крючком вот она вот такая лямочка получилось здесь тоже у меня вот петелька вот смотрите вот петельку я здесь сделала да ну обычно накид 2 вместе вот и когда крючком обязывала я примут в эту дырочку обвязывала крючком чтобы так вот она получилась у меня плотненькая красивая петелька все то есть сложного ничего нет здесь здесь пик пуговичку сейчас пришиваем и вот пожалуйста будет вот так вот и все выглядеть здесь можно или прямо делать или наискосок как хотите потом когда одевать будете на зайку ну или там на игрушку на какое сейчас я обязываю вторую лямочку пришиваю пуговицы так девочки вот смотрите я сделала имитацию стежков ну по низу я один ряд прошла здесь как бы я кармашки сделала имитацию на грудки сделала и вот одну лямочку и сейчас буду делать вторую лямочку 10 чего сложного нет просто стежок прокладываете все участие на грудке покажу как я на грудке сделано у меня как бы на грудке не понравилось видите с изнаночной стороны вот так выглядит то есть как было так вперед его назад иголку я делала вот все остальное я вот сделал обычно я думаю что вполне прилично смотрится вот и сейчас вторую такую же сделаю лямочку то есть просто здесь ниточку закрепляю вот там где крючком крючком проходила и здесь прямо так вот петельки в этих дырочки и все и так вот раз 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 через одну и такая имитация стежков получилось по бокам я не стала делать но смотрите сами хотите еще по бокам что нишек сделать я не стала по бокам делать вот эту ниточку потом на изнаночной стороне я закреплю а здесь вот так вот просто делала вот так видите и вот так получается так делаем не пропускаем эти дырочки аккуратненько таким способом и делаем имитацию стежку вот и все штанишки у нас готовы здесь можно наискосок можно так как хотите ну вот еще можно сделать допустим здесь так вот как бы уголком но я не стала делать и по бокам тоже не стала делать смотрите можно по бокам еще пройти шовчики такие же сделать все штанишки у нас готовы сейчас я одену его на зайку одену их посмотрим как это будет выглядеть вот а делая на зайчик а вот так вот красивенько смотрится на зайки здесь одна спинке наискосочек сделала лямочки и все все штанишки готовы все спасибо всем за внимание спасибо тем кто со мной вязал подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пальчик вверх нажимайте на колокольчик и все до следующих уроков с вами все до свидания